как настроение настроение прекрасно и планина настроение прекрасное правда хочется спать время 6 утра но ничего завтра уже судейство и чемпионат я буду в жюри судить оценивать работу ну все мы уже в москве заселились и сегодня проходит грандиозное мероприятие в сфере перманента чемпионат и конгресс по перманентного макияжа сегодня первый день чемпионата участвует очень много участников и я конечно же покажу вам всю масштабность этого грандиозного мероприятия в этом году очень много участников около 700 человек и мы приехали со своей командный мастеров 4 мастера из нашей команды участвует в чемпионате и мы очень держим за них кулачки и я очень надеюсь на победу посмотрите это судейский кабинет судьям ни в коем случае нельзя заходить в зал участников где они выполняют процедуру чтобы было очень честное судейство каждому мастеру присваивается qr-код и мы не знаем какой мастер выполнять на какой модели чтобы не было никаких договоренностей и так далее с судьями чемпионат очень честный также электронная система судейства и оценки которые ставят судьи сразу выводятся на экран который видят участники судьи оценивают работу по многим критериям и эти критерия конечно знают участники чемпионата по ним они готовятся у каждого судья есть свой персональный ноутбук мы заходим под своим логином никому неизвестным и выставляем оценку по критериям эти оценки уже изменить нельзя это судей первичной оценки они оценивают сложность модели до процедуры то есть если есть какая-то асимметрия в бровях либо в губах там либо в глазах судьи добавляют еще дополнительный балл за сложность конечно же каждому мастеру кто участвует в чемпионате я советую привозить с собой модель и наши мастера тоже привезли с собой модель мы долго выбирали тщательно искали конечно же от исходника зависит и окончательные результаты чем он лучше и краше тем больше шансов на победу встретила свою коллегу и подругу которая выступала санитарным судьей судила чемпионат вчера или а норочка расскажи пожалуйста какие критерии необходимые для участия в чемпионате и может быть ты снижала за что-то баллы и вообще что нужно ребятам чтобы подготовиться там правильно упаковать свою тележку и так далее расскажи пожалуйста я думаю людям будет интересно безусловно основная составляющая в на чемпионате это внешний вид каждого участника чемпионата это обязательно белая форма но согласись с ним до белая это привлекает это красиво это стерильно это безопасно и смотрится очень даже по медицински потому что все-таки наша манипуляция она такая у нас сугубо относится как бы вниз и но не к медицине да да с чистотой да и стерильностью потому что мы работаем безопасно и конечно основные ошибки какие это в первую очередь не соблюдение санитарных норм основная ошибка у девочек это когда они должно быть как операционное поле салфеточка на груди участница должна лежать укрытая пледиком и безусловно чистый накрытый стол на котором работает мастер первая полка это должно быть только все необходимое машинка полоточек стерильные иголочка которая при петь обязательно скрывается и что мы это подтверждают что мы работаем безопасно и на второй полке это все остальное что необходимо тоже без всякой грязи не должно быть никаких ватных дисков использованных никаких лишних предметов изголовья клиентки поэтому как-то вот так а на второй полочке там уже не одноразово это второстепенное это второстепенное на сегодня не обязательно использовать пленку барьерную защиту потому что мы все обрабатываем постоянно дезрастворами вот тут не учитывалась вот эта вот барьерка везде вся в пленке нет 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 это на сегодня не актуально я так считаю представляете на конференции я встретила свою подписчицу с ютуба которые очень активно смотрят мои видео и она сегодня уже будет выступать с волосковой техникой и говорит что научилась по моим видео сегодня грандиозное событие интер перманент на котором я встретила мою очень сильно любимую ниночку заславскую вот я благодарна ее урокам они помогают абсолютно всем мастерам с опытом без опыта это очень доступное объяснение я вам просто очень сильно рекомендую спасибо спасибо зацепила себя за теперь значит мы еще обезопасим на я здесь чемпионат подошел концу и сегодня у нас уже второй день сегодня активно работает площадка на которой выступают спикеры но и также сейчас будет открыта площадка new names девочки новые мастера будут проявлять себя и показывать какую-то крутую технику кстати помимо моей подписчицы я еще вижу свою ученицу с мастер-класса по волосковой технике и кажется она тоже будет показывать волоски представляете какая популярная техника вчера я целый день судила судейство проходило с 11 до 9 вечера то есть мы вообще не выходили было очень много работы в этом году огромнейший поток на чемпионат буквально там около 700 человек участвует в этом чемпионате наши мастера выступили достойно конечно я не знаю какую работу они выполнили потому что все зачипировано фотографировать им тоже было нельзя но я очень надеюсь что мы займем призовые места мы держим за них кулачки кто впервые принимает участие в подобной церемонии награждения поаплодирует полимите руки сегодня здесь мы хотим сказать огромное спасибо людям которые подарили вам то что что никогда не смогут вернуть свое время это и есть вы и так вот такой легкой изящной энергии энергичной поступью мы приблизились первому месту и так апокей вершины кульминации номинации арт-липс ольга мы приглашаем вас но по обстоятельствам убить две участницы две публики за отсутствую поэтому все награды вы не видели давно мимо девушки располагаются здесь сцены общие коллективные фото будем считать что я третья участница красиво итак четвертое место поднимается на сцену Карипанова Анна Анна вы в числе и победителей в номинации что опять твоя это заходы можно? не на как ощущение? я в шоке может еще или нормально уже весе прибавили? можно еще сейчас еще продолжается награждение но я не могу сдержать своих эмоций потому что я безумно счастлива и очень горжусь своими мастерами своими учениками потому что они заняли первые вторые третьи четвертые места это очень круто и господи я даже не могу ничего сказать я в шоке я безумно рад спасибо